А в Жанаузене состоялась закладка капсулы в основании будущего завода. Общий объем инвестиций в проект превысит 17 миллиардов тенге. Ожидается, что здесь создадут 150 рабочих мест только на этапе строительства. Новое предприятие будет производить насосно-компрессорные трубы и насосные штанги для нефтегазовой отрасли. Также в этот день в городе Нефтяников официально открыли центр для спортсменов с ограниченными возможностями. Все подробности у нашего корреспондента. Строительство завода планируют завершить к концу года. Первый продукт здесь появится уже в январе 2025-го. Работу здесь могут получить 250 жителей Жанаузена. После обучения люди поэтапно будут трудоустроены. Ожидается ежегодный выпуск больше 50 тысяч тонн насосно-компрессорных труб и 540 тысяч насосных штанг. Этот проект не только создаст новые рабочие места, но и увеличит поступление в местный бюджет, способствуя диверсификации экономики нашего региона. За последние пять лет в основной капитал Магиставской области привлечено свыше 3,5 триллионов тенге. До конца года планируют запустить еще 14 инвестиционных проектов на общую сумму чуть более 160 миллиардов тенге. Отличительная особенность нашего завода заключается в том, что мы штангу будем выпускать более удлиненной длины. Это 9 метров 140 миллиметров. Это стандарт американского института, что, конечно же, позволяет нам выходить на рынок Татарстана, на Краснодарский край. В Жанаузене также открыли спортивный центр для людей с ограниченными возможностями. Магиставские параспортсмены отлично показали себя на паралимпийских и азиатских играх. Они также прошли квалификацию на предстоящие паралимпийские игры в Париже. В действующем же спортивном клубе Алгана сегодня занимаются около 100 человек. Несомненно, новый спортцентр позволит раскрыть таланты очередных будущих спортсменов, победителей международных состязаний.